Это первое общественное мероприятие нового Серпуховского колледжа. Сдать спортивные нормативы на День здоровья студенты бывших МОГК, СМТ и СТК теперь пришли все вместе. Для ребят, кажется, ничего не изменилось. Те же названия группы, те же знакомые еще с поступлением преподавателем. У первокурсников такое слияние пока вызывает здоровый соревновательный интерес. Настроение отличное, конечно же. Ну, что мы больше народу, это как бы больше азарта добавляет. Конкуренция большая очень. В общем, впечатлений очень много. С этого года здания трех среднеспециальных учебных заведений города стали корпусами одного Серпуховского колледжа. Приказом областного министерства образования такое решение было принято еще летом. На 12 технических и гуманитарных специальностях теперь обучаются более полутора тысяч человек. Новый директор колледжа Татьяна Федорова, ранее руководитель Серпуховского машиностроительного техникума, развеивает страхи. Для учеников соединение двух техникумов и одного колледжа пройдет безболезненно. Бюджетных мест меньше не станет. Начинаться пары будут в то же время, что и раньше. Дай на другой конец города. Из корпуса в корпус бегать не заставят. Все корпуса связаны с какими-то определенными специальностями подготовки. И студенты как учились в одном корпусе, так и будут учиться только в том корпусе, куда они поступали. Никаких передвижений в течение учебного дня не будет. То есть здесь все остается по-прежнему, никаких изменений для студентов не будет. Гульнара Хамедьянова проучилась машиностроительным техникум и четыре года. Но девушку не пугай, что диплом она получит совсем другого учебного заведения. Учителя остались те же, знания они дают те же, программа осталась та же. Как-то наоборот, даже статус колледжа звучит престижнее, чем техникума. Для самой Татьяны Викторовны сейчас процесс объединения – это работа над новой документацией с утра и до позднего вечера. Но уже в ближайшее время директор вместе с педагогами теперь уже одного на всех колледжа займется реализацией новой программы развития. Мы должны готовить кадры для Южного Подмосковья и готовить прежде всего по приоритетным направлениям, которые востребованы в производстве, в отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Второй аспект – это культурный. Мы должны стать центром культуры в нашем регионе подмосковном. Ну и следующий аспект – это предпринимательский. То есть мы должны развивать частное партнерство с предприятиями, развивать свою внебюджетную деятельность. Учителям переживать не о чем. Сокращения, которых так боялись преподаватели, в целях оптимизации коснулись только административного состава. Уроки в аудиториях идут по обычному расписанию. Объявленная нервозность была до объявления о реорганизации. Мы понимали, что может быть кто-то там будет сокращен, но преподавателей это не коснулось ни в какой мере. Все преподаватели работают на своих местах, но образовательный процесс идет в нормальном режиме. Сейчас процесс объединения – это уже свершившийся факт, но пока говорить о каких-то глобальных изменениях еще рано. Как проявит себя Серпуховский колледж, покажет время. Ася Климова, Александр Поваляев, Сергей Герба, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов.